Продолжение следует... Я, как говорится, тут большой кусок вводный, так сказать, добавил, потому что действительно там есть утверждения, которые, может быть, даже и не на слуху. Значит, сначала история вопроса, но вообще я про случайные матрицы подробнее скажу. Но в начале, так сказать, всю эту историю запустил Вигнер, который предложил для описания уровней подход в виде ансамбля случайных матриц. То есть, в принципе, идея была достаточно простая, которая в таком чистом виде рафинирован состоит в том, что, по сути дела, у нас имеется пространство квантовых состояний ядра. Если у нас есть полный хаос, то тогда все это пространство квантовых состояний, доступное кинематически, должно быть заполнено равномерно. Вот это, по сути дела, своеобразная трансляция эргодической гипотезы в статфизике на квантовые системы. Вот мысль состояла в том, что, на самом деле, взаимодействие частиц, входящих в ядро, они устроены достаточно сложным, нелинейным образом. Поэтому, так сказать, возможность перемешивания между различными состояниями, она, как бы, была вполне ожидаемой. И, в принципе, идея применения статистического подхода к ядру восходит еще к Бору с его капельной моделью. Поэтому, так сказать, это было, как бы, логичный и вполне естественный шаг, правда, сделанный уже в начале 50-х годов. Вот. Ну, поначалу теория статистических матриц развивалась как теория для статистики уровней в ядре. Ну, а в первую очередь интересовало именно распределение относительных расстояний, возможность корреляции каких-то там двух-трех уровней, так сказать, между собой. И, в принципе, так сказать, это как-то может быть сравнено с экспериментальными данными. Поэтому этот подход вызвал большой энтузиазм. Было написано большое количество работ на эту тему. И вот некоторые результаты можно, по сути дела, по спектру уровней в случайных системах, которым применима теория случайных матриц. Это подытожено в книжке Мента, вот, Random Matrices. Она, на самом деле, уже, как говорится, испытала не одно издание. Впервые она вышла где-то еще в конце 60-х годов. Но вот последнее издание, которое, так сказать, мне попалось в интернете, оно, по-моему, 2010 года. То есть, на самом деле, так сказать, это область физики или способ статистического описания стал уже такой устоявшейся классикой. Но, в принципе, так сказать, ядро, конечно, интересно не только своими внутренними состояниями. О них мы узнаем только тогда, когда есть взаимодействие с внешним миром. То есть, в принципе, вопрос, как говорится, о ширинах распадных из таких многочастичных состояний, так сказать, был тоже поднят достаточно рано. И вот это, по сути дела, была такая работа Портера и Томаса, идея которой состояла, на самом деле, в том, что если у нас в наше подмножество состояний более-менее равномерно представлено в ядре, то любой канал, который, будь случайно, не случайно, какая-то волновая функция, так сказать, внешнего мира, перекрывающаяся с квантами состояния внутри, она, по сути дела, так сказать, будет даваться Хи-квадрат распределением, которое в смысле амплитуды перехода. А квадрат амплитуды получается распределение Портера и Томаса, которое можно записать как Е в степени минус гамма на 2 гамма средняя, Д гамма на корень квадратный из гамма, и здесь нормировочный какой-то множитель. То есть, вот такое распределение для одноканального режима. Для многоканального режима, соответственно, там оно усложняется, это получается Хи-квадрат распределения от одной степени свободы, а там получается от нескольких степеней свободы. Гамма. Гамма – это ширина распада, ширина уровня там. То есть, она случайная, потому что, грубо говоря, если у вас вектор квантового состояния смотрит в каком-то случайном направлении, то вероятность его перекрытия будет как раз даваться, по сути дела, гауссовским распределением, но если взять его квадрат, то получается экспонент, и получается вот такое распределение, которое, впрочем, достаточно хорошо тоже изучалось, и более-менее было хорошее согласие, так сказать, с экспериментом, но, во всяком случае, на большей части массива имеющихся экспериментальных данных. Вот. И вот фактически, так сказать, здесь в комьюнити утвердилось мнение, что если применима модель случайных матриц, если там полный хаос, то тогда распределение должно быть по Портеру Томасу. Но на самом деле, так сказать, там ситуация чуть тоньше, и когда вот в свое время Валя Соколов-Зелевинский в рамках модели, вот такой расширенной модели случайных матриц, то есть, которая, то сказать, помимо, собственно, случайной матрицы, имеет еще в своем состоянии, в Гаментониане, связь с внешним миром, то есть, с какими-то внешними каналами. Вот эта модель, она уже соответствует нестабильным состояниям, и там, в принципе, так сказать, можно, оказалось, по крайней мере, для одиночного канала, который наиболее, так сказать, часто представленных в экспериментальных данных, для такого случая, так сказать, оказалось возможным получить полную формулу, полное решение вот этой задачи для совместного распределения уровней и ширин, и, соответственно, так сказать, как бы в общих чертах задача была решена, но вот дальше, так сказать, на этом, как бы, люди остановились, пока вот в 2010 году не появилась слегка так провокационная статья Келлера с коллегами, которые на основе, а, во-первых, новых экспериментальных данных, которые он представлял, плюс еще, с его точки зрения, более тщательная обработка имеющихся экспериментальных данных, показал, что между экспериментальным распределением по ширинам и распределением Портера-Томаса есть существенные различия, которые не укладываются в ошибки. Ну, тут, соответственно, так сказать, сначала, так сказать, это пропагандировалось как катастрофа для моделей случайных матриц, но потом, когда страсти чуть поутихли, вспомнили, что уже, так сказать, в работе Соколова и Зелевинского на самом деле есть корреляционные эффекты, которые даже в случае полного хаоса, на самом деле, уже, так сказать, содержат в себе отклонения от модели Портера-Томаса, от закона Портера-Томаса, и вот, собственно говоря, после этого, так сказать, было несколько попыток, так сказать, из совместного распределения, там, для всех, как говорится, уровней и ширин, построить распределение для одиночного, для взятого уровня распределения по ширинам, ну, при усреднении по всем остальным параметрам распределения. Ну, на самом деле, эта задача оказалась довольно нетривиальной, то есть, в принципе, хотя формальное решение, так сказать, Федоров еще записал в начале 2000-х годов для тоже полного распределения, плюс он сделал это не только для ортогональных матриц, которые были получены Соколом Зелевинским, но еще и для других случаев, там была достаточно, так сказать, долгая история, это очень сложные математические работы были, там, как говорится, применение методов суперсиметрии, были получены выражения в аналитической форме, замкнутые, но, как говорится, совершенно, так сказать, неподъемные для сравнения ни с экспериментом, ни даже, как говорится, с качественным пониманием, действительно, что дают эти формулы. Поэтому, когда возник вопрос о том, что распределение портера Томаса может не выполняться, так сказать, в случае сравнения с реальными данными по ядрам, были попытки сосчитать это, как говорится, распределение уже, как бы, распределение по ширинам отдельно взятого резонанса, и первая попытка была сделана Щедриным и Зелевинским, но при приближении, что, на самом деле, резонансы не распределены, вот, случайным образом, как это требует модель случайных матриц, а они, как бы, эквидистантным образом прибиты, вот, к местам своим. Но здесь, надо сказать, выяснилось, что в последствии, что это приближение очень плохое, на самом деле, вот, основной эффект набирается в отклонении для, от закона портера Томаса, когда уровни подходят близко к друг другу. Ну, кроме того, там была сделана некоторая, скажем, такая, вычислительная ошибка, и поэтому, так сказать, из этой работы, ну, на первый взгляд, не особенно, как говорится, много было практических результатов, но, на самом деле, так сказать, там была впервые использована идея, которую, так сказать, мы, собственно, говорим, которую я, собственно, сейчас попытаюсь изложить на примере своих вычислений. Значит, вторая попытка... Чтобы развонять дальше, вот, я не очень понимаю, все есть ядро в основном состоянии. Ты можешь изучать уровень энергии, просто возбуждение. Да, да, конечно. Но тогда у этих уровней ширины никакой нет. Нет, 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 оно не в основном, конечно, на возбужденном. А если она возбуждена, это эти ширины переходов куда? Переходов через... Ну, это... А ядро, что у тебя там флажней бюджет. Нет, ну, на самом деле, это, это, нет, это... Да, я не сказал о процессе. Процесс состоит в том, что имеется ядро, которое, так сказать, на котором рассеиваются нейтроны. Вот с энергией, так сказать, достаточно уже, ну, там, не очень большой, но так, чтобы плотность спектра в этом гипозоне энергии уже была достаточно большая. То есть, речь идет о том, что там на один, скажем, МЭФ уже приходится, даже нет, даже на один КЭФ там приходится сотни тысяч, так сказать, уровней. Это низкоэнергетическое рассеяние нейтронов, поэтому там действительно, вот, очень большое количество резонансов, которые, так сказать, ну, состоят в том, что... Гамма – это резонанс сечений. Гамма – это резонанс сечений, да. Вот, мы... Ну, в каком-то смысле, это, вот, уровня для компаунд-системы уже, которая там, после того, как этот нейтрон захвачен, там, это будет какое-то время жить, потом оно распадется, вот, и, то есть, сначала у тебя влетает нейтрон, потом он какое-то время, то есть, находится, связан в состоянии, и вылетает, вот, и вот эти резонансы, как раз, вот, вот, ну, на самом деле они в каком-то степени, в какой-то степени, как раз, и есть ширины уровня, но после того, как этот нейтрон поглощен. Вот это в этом процессе, да, в этом процессе, да, это состояние, которое, так сказать, в итоге, так сказать, распадается. Ну, на самом деле, там, когда налетает нейтрон, он возбуждает какое-то большое количество состояния, и, в принципе, там может быть достаточно длительный процесс между поглощением и испусканием. Но здесь не исключительно в анталлоризовании это все коллективное возбуждение? Это коллективное возбуждение. Чистически это обхватывается? Нет, нет, нет. Там, ну, раз все замешалось, то на самом деле это уже как бы, если можно сказать, это квантовое состояние, в котором очень много замешано таких вот состояний, поэтому в этом как раз и есть надежда, что вот уже сам конкретный гамильтаньян, с которым происходит взаимодействие там составляющих внутри ядра, станет не принципиальным, а выйдут на поверхность именно статистически. Какого типа возбуждения? Ну что, колебательные, вращательные? Нет, это вообще говоря, ну, это не есть какое-то простое возбуждение, то есть смотрится, конечно, канал с каким-то... Уровни составного ядра. А? Уровни составного ядра. Да, да, да. Уровни составного ядра, в этом смысле там сказать, что это колебательное или вращательное уже как-то сложно. Вот, то есть их вообще, так сказать, там тысячи, их, как говорится, классифицировать, по-видимому, сложно, можно только по основным квантным числам, по орбитальным моменту, например. И, соответственно, так сказать, ну, это благодаря тому, что С-волна от В-волны сильно отличается по сечению расселения. То есть, вы используете вот эти случайные теории? Да. то, что должно быть равномерно намешено на всю жизнь. Вот это и есть, да, 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 это и есть. Вот, ну, и, собственно говоря, ну, я, наверное, чтобы, так сказать, все-таки сдвинуться с места, так сказать, я вот в двух словах о теории случайных матриц по Вигнеру скажу и по Дайсону, так сказать. Дело в том, что это некий подход, который тоже в какой-то степени есть закладывание неких идей. Вот, и если вот по Вигнеру смотреть, то Вигнер предполагает, что у вас, как бы, гамильтониан является случайной матрицей. Ну, по сути дела, здесь написан квадрат трейса матрицы, так сказать, для матрицы симметричной, естественно, действительной. трейс квадрата матрицы, да, конечно, трейс квадрата матрицы. Вот, и вот эта модель была придумана первой, так сказать, и, соответственно, так сказать, потом ее развивал Портер, Розенцвейк, еще там масса других авторов приложилась. Ну, и, в принципе, так сказать, сухой остаток состоит в том, что вот у нас H и J, это действительно и статистически независимый, то есть предельный хаос, то есть нет корреляции между различными, так сказать, матричными элементами гамильтониана. Вот, и в случае, когда, ну, я сегодня только об этом случае буду говорить, когда задача обратима во времени, Т-инвариантна, то тогда вот она, вот эта матрица оказывается инвариантной по отношению к произвольным ортогональным поворотам. То есть, по сути дела, это означает, что мы сделали произвольно-ортогональный поворот в пространстве состояния нашего ядра, но, как говорится, распределение не должно измениться. То есть, в этом смысле, как бы, это и есть эргодический, как бы, предел такой, ну, вот, на языке вот таких вот случайных матриц. А что такое? Кто? D. 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 Д. D. 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 но собственно говоря поэтому и проверять там да там состояние под миллион скажем если так условно сказать то есть это не 5 не 10 это очень большое количество состояниек они идут через несколько электрон вольт там другой вот короче говоря это достаточно то есть это не те состояния которые в оболочке вот составляют оболочку это вот коллективное состояние которые гораздо более густые вот ну на самом деле и действительно если ты вариант то то она еще действительно эрмитова будет когда нарушена то инвариантность тогда есть другой класс как говорится у нее универсальности всего есть три класса таскать один класс отвечает это инвариантному случаю другой класс и это не инвариантному случаю есть симпатический класс который отвечает мы вот ты инвариантному носа в магнитном поле таскать аж и же равняется симметрично 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 да поэтому здесь так и написано да поэтому на самом деле таскать может быть это было методически неправильно написать просто лучше было трейс от квадрата матрицы но это в самых древних работах еще таскать которые ну в общем я подумал что так будет понятнее ну ладно может быть и не снис не совсем значит свойства какие-то достоинства то что на самом деле локальной корреляции таскать и в распределении уровней то есть эти распределения между собой уровень например распределение по расстояниям ближайших уровней это модель воспроизводит очень хорошо так сказать ну это так называемый вигнер дайсон нас к и распределение по расстоянию между соседними уровнями она конечно не буквально совпадает предсказание чуть чуть как говорится сложнее чем вот этот анзаций вигнер вигнер дайсон но вот в принципе таскать и вот предсказание по корреляциям между уровнями с очень хорошо согласуется друг с другом то есть я еще подчеркну что пока речь идет не о распадающихся уровнях как бы а в а внутренних уровнях без обсуждения ширин вот она есть недостаток у этой модели который буквально через несколько лет побудил на дайсона искать другие способы это то что то сказать если мы вот такой функцию распределения заложили то мы с неизбежностью получаем с вами так называемый полукруговой закон для распределения средней плотности уровней то есть это за этим стоит очень простой физический смысл потому что как бы вы стартуете сначала с н вырожденного состояния включаете всевозможные взаимодействия между ними и как бы от центральной энергии таскать вы естественно размываете вот изначально вырожденный спектр естественно будут кинематические ограничения от которые в этом и себя и проявляют вот но но то если мы будем сравнивать допустим с любым спектром ядре там конечно ничего подобного нет и поэтому когда вот говорят о сравнении так сказать предсказание этой модели обычно выбирают область центральную так сказать вблизи максимума этого спектра так сказать и вот считается что вот там краевые эффекты несущественные и тогда можно все функции корреляции так сказать вычислять конечно это модель не дает ничего о ходе этих уровней вот да 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 найти сына к ним сверху ограничен но нет здесь и имеется здесь речь идет конечно всегда о конечном матрице таскать и ну так можно если у нас как говорится и есть матрицы размерности n тогда вот эта граница а она на самом деле связана с числом элементов этой матрицы таскать точнее с размерностью матрицы и в принципе то сказать если мы увеличим размерность матрицы а будет расти соответственно таскать но она действительно если размером с матрицы конечно это это распределение лишь приближенно на краях она немножко будет отличаться но если взять предел стремящимся бесконечности при фиксированной плотности это сказать это так сейчас нет при при фиксированной нет но в принципе да я я я когда сканирую ну да вот они ограничены этим интервалом ну да ну размер матрицы стремится бесконечности ну да сейчас нет если через фиксировать плох да вот у нас нет Нет, E пропорционально будет N на самом деле, где N размерность матрицы. Но если мы будем нормировать, как говорится, на N, то тогда можно фиксировать максимальную энергию, тогда плотность состояния будет расти с числом матричных элементов. То есть фактически с размерностью матрицы. Потому что количество уровней в фиксированном интервале... А в фиксированном интервале у тебя только в голове немножко. Есть когда фиксированная числостепенная сила, и тут-то ясно же предполагается, что большинство уровней приезжают от нулю. А те, которые далеко-то скрыты, они ничего не дают, поэтому энергия за налетающей частицы не входит. Не, ну я согласен, что мы... Не, ну на самом деле же здесь фактически речь идет о том, что уровни максимально размешанные, то есть взаимодействующие, так сказать, отвечающие максимальному размешиванию, они сосредоточены вблизи центра. На краю, вообще-то говоря, там фактически это означает, что вот случайные вот эти матричные элементы... Это как-то симулятор, а? Летициды. Нет, здесь как бы 0 это центр спектра. Это, как говорится, сейчас A, здесь E от минус A до плюс A, на самом деле. Меняется. Нет, ну смысл-то вот какой. Вот у нас... Нет, нет, вот, вот случайная матрица. Нет, нет, есть, есть, как говорится, вот... Есть среднее значение, а края вам бывает. Но важно, я понимаю, что если у вас матрится конечного размера, у вас еще когда-нибудь больше, чем в вашей оси, то еще же хвостик. Есть, есть. То есть он, да, будет, да, экспенциально, но он будет... Да, 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 да. Да, 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 да. Вот это, то есть это как бы... Но важно что? Важно то, что, так сказать, Дайсона это сильно напрягло, и он, естественно, так сказать, предложил другой подход. Почему она не помогает? А? Почему она не помогает? Нет, нет, ну, дело в том, что вот конкретная его аргументация вот в работе, которую он в 62-м году написал, говорит то, что вот вообще говоря, такой спектр, если мы берем, допустим, какое-то количество, так сказать, уровней каким-то образом размешанными, ну, мы видим, что вот у нас спектр в области малых энергий, может быть, и имеет какие-то там ограничения, но в области больших энергий, на самом деле, он будет продолжать расти, так сказать, и причем, кстати, известно, что он растет экспоненциально, спектр состояний, поэтому, на самом деле, речь... Ну, потому что... Если, например, надо, закачал чуть-чуть малой энергии, они-то и все перемешались. Так, да. Чтобы возбудить систему там, у нее и куда, так, извините, так сказать, как-то их там, у тебя просто градус, какой-то, замешать куче состояния, чтобы возбудить ядро, там, не знаю, на 100 мэв. Что это за коллективное возбуждение? Нет, ну, дело... С... 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 Нет, ну, там большое количество... Да, да, никогда дошли... Нет, до такого не доходит, там... Если, например, почему не нужна была расти в силе, какими-то качествами? Ну, потому что фазовый объем растет. Что, вот, эта самая вероятность, вот, плотность уровней у него растет с увеличением энергии? Где она растет? Она на обороте... Нет, вот в этой модели не растет, да. А сейчас, кстати, и в предыдущем, предыдущем, да. И в предыдущем. Она не растет, ой, извиняюсь. Вот, она... Да, 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 нет, нет. Речь идет об реальных ядрах. В реальных ядрах, действительно, плотность состояния быстро растет с энергией, так сказать, и возбуждение. И причем... Ну, потому что... Нет, конечно, поэтому... В рамках этой модели ноль. Имеется в виду только... Минус на два. То есть он берет антальнюю полосу и туда заталкивает... Нет, она получается, она получается. Полоса получается. Если мы возьмем, допустим... Мы вполне можем взять, допустим, эти матрицы, нагенерировать, как говорится, посмотреть их собственные значения... Ну, да, довольно-таки... Это в пределе... Да, термодемическое... Да, нет, но она предполагает, что по физике, как это может быть? Нет, ну, по физике, по любом конечном, так сказать... Хорошо, в общем, это... Нет, недостаток. То есть это всегда рассматривается как некоторая проблема, которая, так сказать... Е – это энергия конкретного уровня. А, энергия конкретного уровня? Е – это... Да, 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 да. Вот. Ну, это просто спектр... Как бы огибающая спектра. Да, ну, как говорится, Дайсон... Попытался предложить другой вариант, состоящий в том, что мы вместо, так сказать, вот этого самого... Вместо ансамбля случайных гамильтаниалов смотрим ансамбль случайных S-матриц, по сути дела. Вот это как бы более такое, скажем, приближение, которое на самом деле, так сказать, приводит к тому, что вот если мы действительно будем рассматривать ансамбль случайных матриц, то собственными значениями этой матрицы будут некие комплексные... Ортогональный ансамбль. Это означает, что мы рассматриваем множество S-матриц, которые, так сказать, составляют инвариантное подпространство по отношению к всевозможным ортогональным преобразованиям. То есть это как бы... Сами матрицы унитарны? Сами матрицы, конечно, унитарны, но мы можем... То есть потом собираешься... Нет, ну пока, 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 пока речь... Потом сидит на ширинах, унитарны? Нет, 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 я просто, как говорится, вот чувствую, что введение начинает затягиваться. Но я, да, но я хочу сказать, что вот это как бы другая альтернатива, и вот и побудительные мотивы были в том, что зато, так сказать, у нас нет краевых эффектов, все уровни равноправные, так сказать. И если мы будем описывать какой-то участок в спектре, где примерно, вот в спектре ядерных уровней, где мы примерно можем считать, еще интервал не настолько большой, чтобы плотность его менялась в этом интервале, то для этого интервала можно пользоваться вот этим, вот, как говорится, этой моделью. Вот, то есть фактически, так сказать, ну это еще, как говорится, один вариант ввести случайность вот именно вот в систему квантовых состояний. То есть в первом случае мы делаем всевозможные повороты так, чтобы у нас, как говорится, гамильтаниан был произвольной, как говорится, матрицей, удовлетворяющей самым общим требованиям. Ну и, соответственно, так сказать, гауссовский ансамбль из гамильтанианов создается. А здесь это ортогональный ансамбль для симметричных унитарных матриц, я подчеркиваю, здесь каждое слово, так сказать, важно. А он, получается, ну потому что это, вообще говоря, это, по сути дела, это, но это, сейчас, это, нет, это. Нет, ну мы видим, что если мы берем это. Нет, ну Дайсон настаивает на том, что эти матрицы симметричны в его ансамбле. Нет, в этом как раз и, нет, нет, в этом как раз и упругое, конечно, упругое, 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 конечно, изучается, рассеяние. Гигантская вероятность, что он, зажимая маленькой энергии, в уровне ключа. Значит, он рассеялся, а эти остались в возбужденном состоянии, поскольку там энергия, это совсем фунт-фунт, фунт-фунт надо, чтобы он взбелись. Это, знаешь, как для России теперь, с инфракрасной катастрофой, нет? Нет, я действительно, вот, как говорится, затрудняюсь сейчас ответить, как они, вот, как они, нет, 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 я плохо представляю, как действительно ставится эксперимент, но, по-видимому... Правда, когда можно создавать фюрень и венератор? Нет, 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 но на самом деле, конечно, они должны как-то измерять, контролировать энергию рассеянного нейтрона, вот, и это... Это, да... Если у вас есть, у тебя куча уровней, и все они плотно расположены, то вероятность... Вес возбуждения будет просто ложь. Ну, да. Это, сказать, очень куча кораллов, куда он расселся, а эти возбудились, там никакой энергии не надо туда. Нет, на счет упруга урождения, ты можешь не то сказать, в общем. Почему упруга? Я знаю, в эксперименте, там, как называемая квазия упруга, это как раз подразумевается, что у тебя энергия конечная частица, она не совпадает с другими значениями. Нет, ну... Так... Нейтрон это как... Сейчас, это я действительно... Эксперимент как устроить? Ты рассеиваешь нейтрон. Это составное ядро, это промежуточный случай. Но в эксперименте ты не сидишь там в секундомерах, так сказать. У тебя в начале нейтрон и в конце нейтрон. А вот в итоге конечное ядро, оно ведь не совпадает с начальными? Так что, наверное, измеряются в брызгке вот эти самые... Нет, ну, я понимаю, что на самом деле тяжелый вопрос потом... Может, полная ширина измеряется? Это не ширина смысла, а это сечение. Сечение какое? Полное сечение. Полное... Может быть, полное сечение. Может быть, не так эти самые... Нет, ну, да. Не так эти самые... Нет, ну... Нет, 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 пока здесь ширина еще не задействована. На самом деле это... Нет, ну... Да, понятно. Да, да. Да, да. А что такое с матрицей? Есть степени ИАШ, а ТЭП? Нет, ну... У Дайсона это написано так, что оно связано с энергиями уровней, эти фазы... Ну, во-первых, есть фазы рассеяния. Нет, фазы рассеяния есть какие-то, которые, так сказать... Ну, ну... Ну, ну... 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 Вот... Нет... 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 Понятно, что... Вот Дайсон, конечно, обсуждал унитарную матрицу, то есть это процессы упругие у него были... У него фаза, на самом деле, действительная, то есть если было бы, как говорится... Нет, ну... Нет... Ну, это, кстати, не самое принципиальное, это, кстати... Ну, вот... Я просто хочу дальше сделать некий-то достаточно резкий шаг. То есть, на самом деле, так сказать, проблема состоит в том, что когда мы обсуждаем вот такие процессы... Вот взаимодействия наших автосистем с внешним миром, то, конечно, рассматривать только внутреннее устройство недостаточно. Надо включить связь с внешним миром. Вот в случае Вигнеровской модели это делается таким образом, что к Гамильтониану добавляется мнимая часть, по сути дела, так сказать, это матрица, которая отвечает константам связи внутренних уровней с внешним миром. То есть, если у нас М-каналов, то тогда Н-внутренних состояний с внешними каналами, это будет некоторое... Да? Ну, на один мир, так сказать, а в нему часть Гамильтониана, а в реальную не дает. Нет, ну, на самом деле... На самом деле, то сказать, она может... Нет, это как бы... Это маленькая добавка или не маленькая? Ну, вообще говоря, маленькая, маленькая. Вот. Вот. То есть... Вот. Ну, хорошо. Ну, и в принципе, так сказать, я хочу все-таки сделать, чтобы, так сказать, мы не зависли тщательно. На самом деле, так сказать, для такой системы, для такого эффективного Гамильтониана, вот в случае, как говорится, когда у нас всего один внешний канал удается получить полную формулу, это было как раз Соколовым и Зелевинским сделано, и получить фактически уже вот... Ну, вот... Для чего? Для уровней и ширин. То есть, на самом деле, это речь идет о фактической диагонализации вот этого эффективного Гамильтониана. Это Вигнер. Это Вигнер. Это Вигнер. Он совсем простой. То есть, у меня есть Гамильтониан системы и Гамильтониан внешнего мира. Так, да. Взялась, началась волновая функция и усадилась по состояниям вот внешнего мира. Или что, что, что это такое вот это HN? Нет. Значит, сейчас объясню. Значит, вот HN неэффективное, а вот то первое, которое стоит, это Вигнеровский Гамильтониан. То есть, вот случайная матрица, которая... Ну, если, грубо говоря, я проинтеврирую по степеням свободы внешнего мира, у меня остается вот такое, не страшное. Или что? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Очевидно, задача не будет. Взяли в рецидарное состояние. Есть, то есть, гамма пополам. Вот он не пополам написал, а гамма должна быть положительной, поэтому он написал ВВКрест. Вот и все. Нет, ну, здесь ВВКрест тоже случайные такие... Ну, как это не обеспечивается гамма положительной? Ну, да. У тебя нет, как говорится, добавок. А, ну, вот это, да, 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 да. Да, это знак, и, как говорится, и мнимая часть, это как раз обеспечение, ну, фактически, так сказать, задание некого гамма. Другое дело, что у нас H, вообще говоря, случайная матрица, то есть, если мы, как говорится, берем пространство состояния N, то там она... То есть, это все случайно? Да, 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 да. Вот, как говорится, в рамках такой модели, то есть, ищется спектр вот такой системы. То есть, на самом деле... Ну, если у нас, допустим, вот H, который неэффективный, а H внутренний, он отвечает за, как говорится, за состояние внутри системы. То есть, фактически-то... Еще раз, Олег, а что мы меряем снаружи, чтобы это... Это же сделано для них какого-то свойства. Да, да, да. Нет, ну... Потому что мы занимаемся на речении, который не знает, что он имеет. Нет, 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 но мы рассеиваем нейтроны на этой системе... Это сечение рассеяния? Да, сечение рассеяния, конечно. И мы не попытаться восстановить... Да, да, найти гамму и найти энергию уровня. Это так, собственно говоря, и произойдет. Как? 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 Ну... А для чего вы там ничего не делаете? Нет, ну... Это наоборот. Он хочет взять вот такую модель и предсказывать что-то. Нет, я-то, я-то, конечно, понимаю, что... Нет, собственно говоря, что с чем сравнивается, да. 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 А эксперимент, насколько он чувствителен к тому, что ты будешь менять и что-то. Нет, речь идет... А, сейчас я понял. Вопрос... Я понял вопрос-то. Нет, на самом деле, конечно, конкретные положения и значения, так сказать, уровня и ширина никто не измеряет. Потому что это, так сказать, сложно... Их много. И речь идет о статистических свойствах. То есть, о распределении относительных расстояний, о функциях корреляции, которые возникают уже на статистическом ансамбле. Просто в том, что эти все внутренние свойства огромное количество, так? Так, экспериментальные данные говорят одни. И если ты будешь менять свои модели, то можно оказаться, что ты имеешь 10 разных моделей, а предсказания будут у них одинаковые. Ну, нет, подожди. Ты... Нет, на самом деле, не 10, а очень большое количество, экспоненциально большое количество, потому что, реально, так сказать, речь идет о посредине по всему ансамблю. То есть, в этом смысле, не выбирается какая-то случайная, так сказать, матрица отдельная, а рассматривается ансамбль таких случайных матриц, и смотрятся... Да, 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 да. И смотрятся статистические свойства. И поэтому, единственный ингредиент... То есть, именно эти сведения будут определять экспериментальные данные... Нет, нет. И когда измеряется спектр приростения нейтронов на ядрах, тоже у этого спектра изучаются статистические свойства. И вопрос, если статистические свойства похожи, там, корреляции, среднее распределение, допустим, соседних уровней. Дальше, если... То есть, имеешь много разных экспериментальных... Да, 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 да. Вот, ну, конечно. То есть, отдельно взятое ядро тут бесполезно описывать, потому что оно какая-то случайная, так сказать, конфигурация, которая, так сказать... Отдельно взятое ядро бесполезно, так сказать... Эксперимент, что я хочу сказать, что я должен взять эксперимент на свинце, эксперимент на висмуте, эксперимент на суммах, и все их складывать, что ли? Фактически, да. Это уж точно не так. Нет, 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 это не так. Нет, во-первых, во-первых, внутри свинца есть большой диапазон, ты разбиваешь эти участки, и на каждом участке можешь статистические свойства измерять. Вот, например, так. Вот в рамках одного ядра, да, и этот уже делается. То есть, считается, что есть вот как бы статистическая однородность этих спектров. По тяжелым ядрам, да, нет, ну, нет, ну, дело в том, что... Ну, да, 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 ну, да. У тебя вот здесь ядро, там, без свинца, а, ну, там, наверное, вот тут... Нет, ну, а если ты нормируешься, то... Ну, на первых, это параметры, которые с экспериментом связаны, со свойствами... Ну, да, ну... Ну, это связано с числом уровня, а не с ядром. Число уровня, где всегда очень-очень большое. Нет, я всегда выбираю подмножество на спектре, так сказать, и изучаю его статистические свойства. Нет, у него никакого подмножества эксперимента. Нет, почему? Я беру... Интервал энергии... Да, интервал энергии, да. Это и есть подмножество уровней, то есть, это или интервал энергии. Ты меняешь, там, энергия микрона на чайный образатор, один мэф. Да. Измеряешь... Ну, один мэф это... Или полное сечение, ты что-то измеряешь. Измеряется просто спектр... Вот, зависимость сечения... Ты полное сечение имеешь, или дифференциальнее обновляешься в нейтрон? Это все равно. Там это все равно. Там, 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 с С-россения. А? Полное с С-россения. То есть, это что, ты говоришь, что там все С-россения? Ну, это обычная С-волна изучается, да. Обычно изучается С-волна, поэтому, так сказать... Вот, ну, и тогда... Ну, ладно, как сказать, если у тебя даже С-С-волна... То есть, это мэф, а... То есть, это мэф, это мэф... А налетает мэф, какая же это... Нет, нет, не мэф, а хэвный там... Да, мэф, это уже, это... Хэв, 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 хэв. Все равно, вот, да, 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 Нет, ну, в том-то идея состоит, как говорится, теория случайных матриц, что в сложной системе устанавливаются простые статистические закономерности. Вот если, как говорится, там нет какой-то динамики, которая... Это гипотеза. Да, это гипотеза. Ее и проверяют, конечно, это гипотеза. Но S-волна, как бы она выделена? Да, да, да. Ну да. Это, конечно, но с точки зрения уровня энергии, кто будет возбуждаться там в их ингрессе, в эти курови? Что называется, квазиопругая рассеян. Да, квазиопругая рассеян. Ну, вот я... Нет, экспериментов сотни, есть большие файлы с данными, и есть, как говорится, много-много, как говорится, этих данных, которые продолжают копиться. То есть, на самом деле, это целая индустрия этих, как говорится, снятых спектров. И вот, собственно говоря, идея состоит в том, что в достаточно сложных системах динамические детали уже устройства ядра становятся малосущественными, а устанавливаются... Начали верить, значит, начались эти рекорды на наших денег. Да, да, да. Сколько там копируется. Ну, хорошо, я сейчас извиняюсь. Так, давайте я все-таки сдвинусь, потому что я обещал, как говорится, закончить, так сказать, достаточно быстро. Это было опрометчиво. Значит, Валя и, как говорится, Зелевинский, так сказать, получили фактически, так сказать, функцию распределения для ширин и положений уровней. То есть, это как бы статистическая характеристика, это не есть конкретная конфигурация. Если мы имеем вот эту функцию распределения, вот мы, собственно говоря, могли бы, допустим, брать спектры ядер как-то и изучать, насколько они согласуются с этой функцией распределения. Канал один здесь. Здесь канал один. Здесь фактически, так сказать, рассматривается вот N уровней и N ширин. Они каким-то образом распределены. Вот видно, что на самом деле есть корреляции и между гаммами, потому что вот есть фактически, так сказать, вот гамма-гамма слагаемые. Есть вот слагаемые, которые в этой функции распределения зависят только от гамма. Если бы не было бы этих корреляций, то тогда вот эти бы распределения по гаммам были бы независимы для разных уровней. И есть еще вот эта слагаемая, которая, так сказать, фактически, так сказать, замешивает между собой случайные значения, так сказать, между разными ширинами и в зависимости от расстояния между уровнями. То есть видно... Конечно, если у тебя ширина очень маленькая, то у тебя там, то есть выложили, это стоит в числителе для сведения E. Ну, вот, а если вот ширины маленькие... Ширины маленькие... Останется... Нет, ну, тогда будет... Ну, да, ну, это получается, да, это и есть вот то, что уровни расталкиваются. Ну, я все-таки... Ну, очевидно же, там просто пропорционально в первой степени разницы... Да, 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 в случае... Да, квадрат-то, если нет обратимости во времени, тогда будет квадрат. А здесь все равно модуль стоит. Нет, ну, нет, ну, в этом смысле... Нет, 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 ну, правильно, но в результате получается... Вообще говоря, если у нас ширины, допустим, бесконечно малы, то тогда получается линейная зависимость на малых расстояниях вероятности. То есть действительно так оно и есть. Вот, и известно, что вот эта формула Вигнера-Дайсона, вот, Вигнеровский, как его, Сормайс, они его называют, вот, она, вот, в зависимости от того, в каком классе универсальности ты попадаешь, она будет либо первая степень, вот, пропорционально первой степени расстояния между уровней, либо второй степени, либо четвертой степени. Вот эта степень, она связана, так сказать, с симметрией по отношению, там, к обращению времени. Я так понимаю, что Соколон-Сельвинский занимались именно гаммами, а все остальное было до них сделано. Вот, ну, в заметной степени да. Вот, модель была, вот, открытой системы предложена до них, они действительно сделали, решили эту задачу, диагонализовав, по сути дела, так сказать, вот ту самую матрицу. И там было много еще других интересных результатов, но у меня сегодня, как говорится, точно... Эта формула может как-то пользоваться? Вот этой формулой, как бы, напрямую пользоваться сложно. То есть, на самом деле, вот, собственно говоря, в этом цель и состоит, у меня работа, чтобы из этой формулы извлечь именно интересующее нас распределение. Значит, прежде всего, мы переходим к безразмерным переменам, удобно, то есть, фиксировать, допустим, плотность уровней. Вот, да, это у нас некоторое среднее расстояние между уровнями. И тогда, вот, если мы фиксируем, как говорится, в этих безразмерных переменных, то есть, по сути дела, мы смотрим распределение при фиксированной плотности уровней в центральной части, то тогда получается вот такое распределение, которое видно, что вот зависит еще... Откуда мы возьмем все эти цифры? Е, Н, К, В, Н? Нет, они в этом смысле... Или по ним как-то интегрироваться? Да, по ним надо интегрировать. То есть, это фактически распределение, то есть, вот, с которой, грубо говоря, это функция дает вероятность, с которой встречается такая конфигурация, скажем так, вот, в этой матрице. Вот, если мы... Ты же не интегрироваешь, что-то важно? Нет, нет. Прискиваешь по всем, кроме одного? А мне нужно проинтегрировать по всем, кроме одного, именно по одной из ширин. Ну и, соответственно, мне нужно проинтегрировать так, чтобы вот этот уровень лежал в середине, чтобы он краевых эффектов не чувствовал. Но я, как говорится, хочу все-таки сделать шаг дальше. Вот это выражение, оно, конечно, достаточно, скажем, непрозрачно на первый взгляд. Но если теперь, вот, как говорится, считать, что, вот, здесь есть важный параметр, каппа. Каппа – это отношение, сейчас, это отношение, по сути дела, вот, гамма среднего к расстоянию. То есть, это степень перекрытия уровня. Если степень перекрытия уровня у нас стремится к нулю, то тогда это будет независимо, как говорится, будут гаммы становиться независимыми. То есть, фактически, вот это, в этом выпадает, вот, зависимость от ширин. Это будет е-м минус е-н по модулю, потому что знаменатель сократится. Вот, и фактически, так сказать, выпадет эта слагаемая. И тогда, вот, получается, что, на самом деле, вот, по энергиям будет распределение так, как в Вигнере, чистым. Вот, а по ширинам будет чистое распределение портера Томаса. Вот, это, как бы, в случае, когда резонансы не перекрываются. То есть, когда ширина их, как говорится, пренебрежима, и они друг на друга не влияют. Ну, вот, это, что не перекрываются, это, большая часть спектров практически в этом режиме находится. То есть, ну, вот, они очень слабо перекрываются, да, очень слабо. То есть, вопрос, как говорится, найти систему, где они перекрываются достаточно сильно, это менее тривиальный вопрос, чем найти, где не перекрываются. Вот, значит, что дальше? Дальше, так сказать, удобно, на самом деле, вот, эту, как говорится, задачу рассматривать с точки зрения физической аналогии. То есть, это функция распределения, где у нас, вот, которую мы получили по ширинам и уровням. Вот, мы, на самом деле, так сказать, можем представить, вот, в виде вот такой экспоненты, так сказать, от энергии, там, как в статсуме, да. То есть, фактически, тогда, вот, это, логарифм вот этой функции, так сказать, мы можем рассматривать как некую эффективную потенциальную энергию. Ну, и, соответственно, так сказать, тогда получается некоторая, вот, модель, которая отвечает частицам, взаимодействующим друг с другом, так сказать, и с внешними какими-то там полями. И, вот, эту модель, фактически, надо, вот, суметь, как говорится, описать. Ну, по сути дела, так сказать, речь идет о том, что, вот, вот, вот эта энергия взаимодействия, она распадается, вот, на энергию, слагаемую, которая зависит только от эпсилон, которая только от кси, и которая, так сказать, отвечает взаимодействию, так сказать, уровней друг с другом. Ну, сейчас я просто покажу. Значит, может быть, лучше тогда назад вернусь сюда. Вот, 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 вот это, как говорится, это взаимодействие, это зависимость, вот, логарифм от этого, есть вот это выражение, так сказать, которое, на самом деле, так сказать, фактически означает, что, вот, энергия зависит потенциально, как квадрат вот этой самой эпсилон. Ну, то есть, дальше у нас, вот, сейчас, вот, есть слагаемая, которая описывает вот такое сложное, как говорится, взаимодействие, которое, на самом деле, связывает между собой эпсилон, n и m, и ширины m и nt. И, кроме того, так сказать, есть такое слагаемое, которое, на самом деле, вырождается в более простое. И, вот, фактически, так сказать, мы сейчас, вот, хотим, вот, представить нашу энергию в виде, вот, составляющей, зависящей только от эпсилон. То есть, это потенциал, который держит вдоль направления эпсилон наши, ну, эффективные частицы. То есть, фактически, каждое значение эпсилон, n и кси, оно отвечает, фактически, координате, допустим, эпсилон и кси для некоторых эффективных частиц, которые взаимодействуют друг с другом. Вот, поэтому, получается, что мы можем представить эту энергию в виде трех слагаемых, и, вот, два из них, фактически, описывают некий общий потенциал для всех частиц, и третье слагаемое, оно, фактически, описывает взаимодействие частиц друг с другом. Тут стоит подчеркнуть, что здесь все частицы друг с другом, все, со всеми взаимодействуют, но парным образом, что, кстати, очень важно. Вот, парным образом это значительно упрощает, кстати, задачу. Вот, последнее слагаемое, на самом деле, достаточно неожиданно, ну, достаточно ожидано, на самом деле, упрощается, потому что его можно представить, вот, эту двойную сумму, как, на самом деле, каждая частица взаимодействует с суммой вот этих слагаемых. Здесь n слагаемых, допустим, если выберем, допустим, m, то для каждого m есть n партнеров. Ну, и, на самом деле, так сказать, если мы рассмотрим вот сумму вот этих си n всех, кроме вот с номером несовпадающим, то тогда это будет порядок, ну, практически n партнеров, которые, вот, представляют, вот эти слагаемые, они представляют квадраты случайных переменных. И когда у нас n велико, то тогда сумма квадратов случайных переменных, на самом деле, близка к константе, ну, с хорошей степенью точности, к константе, может быть заменена на среднюю. И фактически получается что? Получается важный результат, то, что вот наше взаимодействие, вот это наше взаимодействие, парное взаимодействие, набирающее из парных взаимодействий, оно оказывается независящим от полного числа частиц. То есть, фактически, так сказать, это означает, что вот есть, вот, вы можете брать разное количество частиц, но вот эти взаимодействия, так сказать, эффективных частиц друг с другом, они, вот при большом числе частиц, они становятся универсальными. То есть, фактически, так сказать, зависимость от N остается только вот в этом самом потенциале, который держит вдоль эпсилон. И вот этот потенциал вдоль эпсилон, он содержит, как говорится, единицы на большое число, то есть он более мягкий, чем вот потенциал, который держит вдоль кси. И, соответственно, эта система превращается в такую цепочку, которая растянута вдоль эпсилон и зажата достаточно жестко внутри кси. Вот, по сути дела, речь идет о том, чтобы описать вот эту, как говорится, цепочку частиц в некотором внешнем поле и с потенциалом, взаимодействующим друг с другом. Вот таким образом. Вот. Ну и я тут, как говорится, хочу сказать, что на самом деле это действительно некий результат следующий из максимального размешивания, то есть то, что взаимодействие А оказалось парным, и Б, то, что вот фактически взаимодействие частиц эффективных друг с другом стало универсальным, независимо от количества, от полного числа частиц. Вот это вот фактически и приводит к тому, что мы можем вот этот глобальный потенциал вдоль эпсилон, который, собственно говоря, полукруговой закон нам обеспечивает, зажимая частицы, так сказать, на большом расстоянии. И вот локальное, по сути дела, взаимодействие частиц между друг с другом, так сказать, описываемым вот этой страшной формулой, так сказать, мы можем считать это как бы независимой составляющей части. И в этом случае остается просто решить эту задачку, которая на самом деле, вот, ну, сейчас, вот, можно решать, во-первых, численно, потому что если у вас есть функция распределения, то вы можете с помощью метода Метрополиса, вот с помощью этой функции генерировать просто конфигурации разных наборов эпсилон и кси с вероятностью пропорциональной функции распределения. Тогда вы фактически получаете некий генератор вот этих случайных конфигураций, которые можно рассматривать как некоторые конфигурации, отвечающие той или иной статистической системе, вычислять по ним средние, так сказать, вот корреляции можете вычислять, то есть, на самом деле, так сказать, это тоже вполне годный способ действия, который, на самом деле, часто используется, ну, например, в решеточных моделях вы тоже не можете решить задачу, так сказать, зачастую, а просто генерируете, там, хромодинамику с помощью компьютеров. Точно так же здесь можно, вот, иметь простой генератор соответствующих случайных значений, так сказать, ну, разумеется, чтобы, так сказать, вот эти кинематические ограничения, связанные с полукругом, не чувствовались, нужно, конечно, вот брать достаточно большое число частиц, чтобы можно было выбрать какое-то количество частиц из середины, которые эти края не чувствуют. Ну, и, вот, в принципе, так сказать, это практически означает, что нужно брать несколько десятков, там, и тогда уже несколько частиц в центре будут хороши. Но, на самом деле, можно пойти еще и по другому способу, можно отобразить вот это самое пространство энергии на компактное множество, на компактную, вот, допустим, таким способом. И тогда можно получить, фактически, так сказать, имитацию, вот, ну, в каком-то смысле, это не буквально, это та модель, которую предлагал Дайсон, но она в чем-то очень близка к этой модели. Ну, и фактически, так сказать, использовать, например, для генерации случайных конфигураций, вот, модель, в которой, вот, энергетическая ось отображена на компактное замкнутое множество. Ну, и, в принципе, тогда все уровни более-менее равноправны, и с точки зрения численного моделирования, это, конечно, более эффективный способ. Вот, ну, я пойду все-таки к аналитическому приближению, все-таки, ну, здесь, на самом деле, так сказать, можно сказать что-то быстрее. То есть, вот, фактически, так сказать, вот, первая попытка была связана с приближением эквидистантного распределения уровней, и вот она, а сейчас, так, и она, на самом деле, вот, фактически, так сказать, не очень хороша, потому что, если мы, вот, рассмотрим, нас интересуют именно поправки к ширинам, к распределению ширин, которые возникают, на самом деле, из-за корреляционных эффектов между соседними, между соседними, вот, резонансами, ну, частицами, вот, это, вот, за счет, это дает, как говорится, искажение, отклонение от, скажем, случая, когда резонансы не перекрываются, вот, фактически антикорреляционный эффект, а вот, есть еще автокорреляционный эффект, то есть, есть два вклада, которые, так сказать, на самом деле, вот, работают, как видно, в ситуации, когда расстояние между уровнями, вот, малы, то есть, в среднем, конечно, расстояние, оно как-то флуктуирует, и когда они подходят друг к другу, близко, то тогда вклад возникает максимальный, то есть, по сути дела, так сказать, если мы возьмем вот этот самый, вот это некоторые, вот, некоторые модификации Вигнер-Дайсенского распределения для случая, когда есть конечная ширина, она, кстати, хорошо воспроизводит имеющиеся, скажем, численные данные, вот, вот это, как говорится, вот распределение, видно, что на малых S, когда S еще больше, чем Каппа, у нас есть линейный закон, но потом, так сказать, даже, вот, выходит на некоторую константу, то есть, если мы конкретно, так, смоделируем этот процесс, видим, что для ближайших соседей, для ближайших соседей, у нас действительно есть заметная вероятность оказаться, вот, частицам близко друг к другу, и, соответственно, испытать максимальный вклад в корреляционный эффект, поэтому, так сказать, вот, попытка, вот, Щедрина-Зелевинским оценить с помощью константного, так сказать, приближения, она в некотором смысле неудачная была, поскольку, так сказать, есть здесь существенный вклад, особенно на малых Каппа, вот, от случаев, когда, вот, уровни подходят близко друг к другу, вот, ну, фактически, это речь идет о логарифмическом усилении корреляции, так сказать, и вот этот эффект надо учитывать для ближайших соседей, ну, а для остальных пар, то есть, через следующую, и так далее, можно, на самом деле, с хорошей точностью ограничиться эквюдистантным, то есть, приближением, ну, что, собственно говоря, и было сделано в расчетах, но я так пропущу, так сказать, тогда, поскольку у нас дальше идет, как бы, расчет, вот, фактически, так сказать, поведение частиц в этой цепочке, мы берем центральную частицу и смотрим ее колебания, вот, в направлении кси, которая, так сказать, отвечает, на самом деле, вот, распределению по ширинам, вот, и, собственно говоря, вот, если мы для ближайших, вот сейчас, для ближайших, вот, соседей выбрали частицу в центре, взяли ближайших соседей, под ним мы интегрируем честно, так сказать, вот эти взаимодействия, так сказать, с учетом, так сказать, этих потенциалов взаимодействия парных, а по остальным частицам, которые дальше, чем ближайшие соседей находятся, мы просто суммируем, вот, вклад в эквидистантном приближении, но, в результате мы получаем некоторую аналитическую формулу, которая выражается через два, более-менее, то есть, простых интеграла, вот, которые могут быть и численно сосчитаны, и, скажем, оценены методом перевала в определенных значениях параметра, и, вот, фактически, так сказать, мы можем таким образом сосчитать вот это модифицированное распределение, которое остается теперь сравнить, как говорится, с Портером Томасом, но, разумеется, поскольку мы интересуемся отклонением от Портера Томаса, лучше сразу посмотреть отношения этих распределений, собственно говоря, эта функция ПСИ вот таким образом определяется, вот, ну, я теперь покажу результаты, что, как говорится, было, что сделано, так сказать, и, как говорится, что чему соответствует, значит, вот, пунктирная линия, это, вот, результат оценки в эквидистантном приближении, то есть это в каком-то смысле вот, в идеологии, так сказать, Щедрина и Зелевинского сделаны, но там исправлены ошибки, и, в принципе, так сказать, видно, что, вот, на самом деле этот вклад все-таки достаточно маленький, так сказать, по сравнению, так сказать, с основным вкладом точки, это результаты численного моделирования, вот, красная линия, это, вот, результаты моей аналитической оценки, а синяя линия, это, вот, результат по оценке Федорова, который тоже, так сказать, вычислял, но там достаточно сложное приближение было, и в конце, вот, приближение там фактически Федоров учел только автокорреляционный эффект для ширин резонанса, но не учел пренебрег антикорреляционными эффектами вот, при взаимодействии с соседними, с ближайшими соседями, и поэтому получилось, вот, что у него результат несколько завышенный оказался, вот. это у тебя логарифмически больше, чем у Зелевенского? Так, да, 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 это, да, при малых кап, кстати, который наиболее реалистичный, вот, логарифмический вклад дает доминирующее значение, вот, ну, если теперь пойти на большие капа, то ситуация становится менее драматическая, видно, что, вот, аквидистантная оценка уже при максимальном капа уже хотя бы половину ухватывает, то есть, на самом деле, так сказать, как говорится, видно, что, ну, и фактически, так сказать, видно, что, вот, такая простая оценка, которая, на самом деле, имеет достаточно простые физические основания, так сказать, то есть, учет ближайших соседей и дальше только аквидистантное, как говорится, приближение для остальных, она, на самом деле, очень хорошо согласуется в интересующем нас диапазоне значений капа. Но нам, на самом деле, больше половины идти нет смысла, потому что там начинаются эффекты вот, переупорядочения этих самых резонансов, которые, так сказать, там фазовый переход, который, так сказать, на самом деле, еще и в большинстве ядер, его еще трудно найти, как говорится, то есть, на самом деле, это достаточно экзотическое явление. Вот, а для тех ситуаций, в которых, собственно, возник вопрос, эта формула аналитическая работает очень неплохо. ну, напоследок, я хочу, так сказать, точки, это, это, результаты численного моделирования, потом, в самом, ну, да, на самом деле, я сейчас, я сейчас еще скажу на это, на этот счет, я сейчас скажу, так вот, значит, я, вот, прежде чем, вот, закончить с картинками, так, здесь все ясно, да, значит, я еще покажу последнюю картинку, это как бы сравнение двух подходов, это вот, черное, вот, это вот, учет, как бы, это расчет уже в рамках такой, циркулярно модифицированной модели случайных матриц, то есть, когда я взял взаимодействие между этими частицами, так сказать, и распространил его на компактное множество, тогда получается, вот, вот, вот эта черная линия, так сказать, и, а, маджента это, это фактически, вот, вот, это самая модель Вигнера, вот, с валенными расширениями, то есть, то, что, вот, для совместного распределения, вот, которые они получили, так сказать, то есть, это буквально их модель, но, вот, для уровней, лежащих в центральной области, потому что, то есть, для тех, которые не чувствуют границу этого полукруга, вот, видно, что, вот, для модели, вот, вот, исходной, там, сучейных матриц, надо брать узкую полосу, примерно 10% всех уровней, так сказать, тогда, как, вот, в случае, когда мы, вот, циркулярным образом замыкаем, то, годятся уровни все, то есть, если моделировать какие-то эффекты, конечно, более удобным является, вот, циркулярно моделированная модель случайных матриц, ну, ну, и вот, под конец, вопрос, да, да, это, я так понял, все разные модели распределения, а ты просто проверяешь, насколько твой аналитический расчет согласуется, там, нет, аналитическую я проверял, нет, аналитическую я проверял здесь, Вот красная линия и точки, это сравнение аналитической оценки, красная аналитическая и точка. А следующая, это две компьютерных модели. Сильно отличаются две картинки. Ну, посмотри на вертикальную ось, они сильно отличаются. Сейчас посмотрим. Это разные модели. А, нет, слева и справа, это разные значения капа. Здесь 0,5, а здесь 0,4. То есть, на самом деле, во всем диапазоне они согласуются друг с другом очень неплохо. Ну, и видно, что когда у нас капа 0,4, то тогда уже эффект вот этого отклонения порядка двойки возникает. В отличие от 20% для капа 0,05. Ну, и как бы фактически заключительный момент. Значит, главным я считаю, что здесь как бы отделены вопросы, связанные с полукруговым законом, который является не физической составляющей, возникшей из-за кинематических ограничений. И вопрос о реальных корреляциях уровней, когда они находятся на расстояниях много меньших, чем полная кинематическая граница. То есть, там фактически эта задача как бы сводится к тому, что у нас возникает некое эффективное взаимодействие в рамках этой модели, которая уже не зависит от кинематических ограничений. То есть, по сути дела, таким образом можно разделить то, что идет от не физического полукругового закона, и то, что, собственно, из-за взаимодействия вот этих самых уровней и ширин, так сказать, за счет влияния друг на друга. Ну, и вот циркулярный, так сказать, ансамбль, он действительно, как говорится, ну, в принципе, вот два слова только скажу. Значит, дело в том, что, на самом деле, для циркулярного ансамбля недавно были получены формулы, такие, какие получил Валя там с Ельвинским для модели Вигнера. Ну, и, наверное, есть смысл проверить, что получается в них, так сказать. Ну, наверное, я думаю, что дальше, так сказать, банальные утверждения идут, что использование физической модели позволило получить ясную картину, и все. Ну, хорошо, значит, я... Ну, в принципе, так сказать... Есть теоретические расчеты Васильевича, который сравнивает в свои утверждения с другими моделями, если понятный статус? Нет, ну... Разборка не работает в рамках амико-модель. В одной теории, с каким-то искренним это можно или нет? Ну, в фактике...